Да, Фурии в атаке выгодно, потому что они могут повести в счете, они могут дать тот темп, которым Монголы могут не справиться. Если считать огневую мощь, в одной только Фурии мне запомнился тот вот Ксерата, который сейчас делает минус. У Монголов все игроки. Посмотрим, как будет на деле. Да, начинается у нас уже выход под верхний плент. Не изменяют своим традициям. Ребята из Бразилии, по-моему, трижды они выходят именно на пистолетки под точку А. Ксерата справляется с последним, Фурия забирает первый пистолет. Да, радуется, чувствует тот вайб. Закинуть в ответ. Есть информация для TheMongols. Парни в меньшинстве. Посмотрим, как будут перетягиваться, какие позиции отдавать, что-то может быть и укрепят. Да, не спешат. Shift делают паузу, потому что таймер позволяет минута времени до конца. Вместе по парам разбиться, выйти лево-право в сторону, первым пустить фармган и выйти на этот пент. Но тут Маузини гений. Ему же, кстати, не 16 лет, ему 17. Мы сегодня спорили. Повзрослел. Повзрослел на год, да. Гением он был 16 лет. Когда-то эта позиция называлась Нео. В 1-6. Так, выход пошел. Мзини успевает практически троих забрать. Паритет по живой силе. Бомбу вот-вот будут устанавливать ребята из Фурии. Хотя здесь какой-то непонятный мув. Да, там один игрок вообще в лобби остался. Это Ксирата на лоу-хп. Но Сензо здесь должен принимать Скалза. В итоге меньшинство для Фурии. Ну ты посмотри. Седьмой номер с бомбой. Он пока ее не... Все. Умирают все. Есть информация. Пока нет. Под Ксирата. Но и обрати внимание. Три хп у Ксирата. Попытается ее как-то убить. Но мне думается... Убивает. 2 в 1. Три хп. Бомба на руках. Время 9 секунд. Нужно сейвить. И это 2-1. Не знаю. Пока сложно сказать. Все-таки как-то хочется поверить в бразильцев. Стрельба. Стрельба. Убери Ксирата. Ксирата пока это... Ну именно в форме. Сегодня Юрий две карты еще хорошо наваливал. Вспомнил бывые времена. Не, я помню Юрий очень хорошо играл. Но сегодня он прям в форме был. Его день. Так. Ну что мы смотрим? Видим, что у нас основная четверочка проходит с бомбой. Точнее уже троечка. Потому что мы потеряли одного игрока. Один у нас находится на скале. Аккуратно контролят. Смог Сензу. Делать минус по Чео. И уже ситуация в меньшинстве. Все. Падает вся атака. Сверху стоит. И дебят... Юрий. Телешансов. 2-2. Да, красиво. Сразу же выключили Ксирата. Главную огневую мощь Фурии. Он дал о себе знать. О нем стали говорить о этом игроке. И здесь хотят еще больше. Знаешь, такое бывает, когда ты показываешь высокий скилл. А потом еще. Еще. И ты падаешь. И все. Но не получается. Может не дают ему команды. Может закрывают по аналитике. Не самый удачный турнир пока он проводит. Хотя все еще впереди. Зиньер будет на приемке. Погибает Холлен. Три игрока остается. Скалс в размене. Три в четыре ситуация. Ксирата на двух КП. Бомбу вот-вот установят ребята под точкой Б. Неплохой поинт от Ксиратова. Просто только в таймингах Сензо его пикает. Да, очень хорошо было. Четыре в два. Должны все-таки Монголы забирать. Делают хорошее пиво. И падает у нас Ку. Самое важное, знаешь, почему? Они четвером выжили. Но есть ощущение такое, что Монголы должны ждать этот раунд. В защите у нас уже есть три АК-47 трофейных. Пошла быстрая раскидка через скрип. Он пока находится на крыше. Все-таки через рваный тайминг будет выходить под верхний плент. Ксирата первый полетел. Техно будет на приемке, но Ксирата пока не остановит Сензо. Отбивается за всех. Блиц подключается. Три в три ситуация. Как же тяжело ему Ксирату! Как он раскрутился в живых только 910-й. Он меняет свою снайперскую винтовку и падает от Юрия. Вот это самый. Возможно, зачилил попалдел немножко. Ну, не всегда. Стабильно, знаешь, на таком вверх-вниз-вверх-вниз. Ну, правда, к такому турниру он был у всех. Согласись, на этом турнире тир повыше. Там был примерно тир полтора-два. Согласен. Так, Мизиньо с АВП взял все в свои руки. Секонд снайпер вот так вот на рампе. Но здесь уже приходилось вот так вот рисковать выбегать. 910-й подтягивается, промахивается. Информацию Фурия собирают. Что с ним? Хороший распитник. Все, инфа есть, инфа есть. Сейчас команда Фурия будет заходить через будку. У нас видим тысяч. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Двери будут тушить. Прикрой его, прикрой! Ну как так? Да ладно, серьезно, что ты... Так Серрата просто съедает всех! Что ты делаешь, Серрата? Это палочка-выручалочка команды Фурия. Так, друзья, ну пока у нас 9-й раунд. Временная ничья на табло. Подставляется Блиц. Фолун через посадку отрабатывает Сензу, падает в пристройки. Один игрок остается под точкой, а у него только МП-9. У ТЭК на серьезные проблемы. Есть, инфа. Без шансов. Ты посмотри, как Фурия оставляет. В ноль. В ноль. Никаких шансов не оставляет. Обалдеть. В дебе. Просто... Десятый. Понимает, что есть один игрок справа. Но это Ксеррата! Уху! Жесть. Просто жесть. Даже первый не получается дать, почувствовать эту кроу. Но ты знаешь, вас не убрал. И вот, вот играли все с на меню. Мы 8 выиграли подряд. В гранд-финале, да, 2 проиграли. А, понятно. Так, в финале уже зашарили, ребята. Так, у нас активная улица. Проходят ребята вот так вот в Сикрет. Дерзко, наху, уверенно. Погибает Сензу на верхнем планте. Как остановить этого Ксеррата, вообще непонятно. Смотри, он что хочет, то и делает. Он дал фрак, ушел. Он все грамотно делает. Красавчик. 5 или 8-4. Уже вопросы к монголам. Деньги? Я не знаю, да, они сейчас посбрасывают ганы, но все равно гранаты купить, щипчики не помню. Ну, будет байк. Посильнее, хотя я не сказал бы, что на нашем чемпионате КТ посильнее. У нас пока все наоборот. Ну что, друзья, последний раунд первой половины. Девайсы в защите имеются. Фоллэн на реакции справляется с пристройкой. Еще и 910-го уничтожает. 3 в 4 ситуация. Есть подкрепы по улице. Большинство фурия двигаются именно в этой позиции. Знаешь, как у нас такое было? Мы говорим, парни, не спешим. Стоим. Не делаем его героем. И все сразу так включаются, чтобы он какую-то халат не сделал. И аккуратно уже разыгрываем. Делаем небольшой раунд. Это грамотно, 100%. Главное, чтобы не стоять слишком широко, потому что один игрок может раскрутиться на какие-нибудь фасты минус 2, минус 3, да, и потом уже времени может не хватить. Погибает Юрий. Но бомба стоит. Бомба стоит под точкой B. 3 в 3 ситуация. На ретейк просто обязаны идти монголы, но есть Ксерата, который до сих пор люркует. Скалс находит 2 фрага. В живых только Мзиньо на лоу хп. 1 в 2 ситуация. Для него там по 100 хп у каждого игрока. Ну, такое вытащить как будто бы невозможно. Я бы сказал, нереально. Да, Ксерата находит фраг. 15 три у этого парня. Ты понимаешь, 5 кдшка получается. Трейн, Кобл, Кэш, все вернул бы. Тускан добавил. Ну что, друзья, у нас пауза заканчивается. Мы готовы влетать. Второй пистолетный раунд, где монголы будут уже играть в атаке. Для вас же есть уникальные задания, друзья, в боевом пропуске ББ. Проверяйте баннер под трансляцией, переходите и участвуйте. Выход быстрый под рампу. Здесь засада, подсадка. Не залетает у игрока на бусте. Юрий приходит, цепляет мизинью. Но это меньшинство для защиты. Да, очень хорошо получился рашбет. И посмотри, сколько на пистолетках команды сейчас делают рашбет. Обрати внимание, почти каждую пистолетку... Я все на А выходила. На? Ну, вот именно Аут Нави. Вот те же самые перед этим, помню, еще какая-то команда... Я смотрел, все стараются рампу. Как будто бы здесь, знаешь, основные опции две. Раша, рашбе. Аккуратно, не спеша. Там два человека на приемке будет. Ой, как сложно. Блиц. Первый контакт. Блицу нужно дождаться вместе, чтобы размен какой-то был. Раскик идет. Сразу же проблема. Здесь еще один боец. Юрий зажимает, но только одного. Три в три. Это информация для Фурии. Стягивается Фоллэн со скаутом. Пойдут ли монголы до конца или вернутся? Время есть. Минута времени. Можно, как говорится, кнопочку такую опции подождать. Сделать дефолт. Ну да, все-таки они двоих убили. Оу! Оу! Полегче. 910-ый. Очень хороший фраг делает. Можно сказать. С разворота. А вот вам и 910-ый в атаке работает. А может, ТОБ ему АВП или М-ку там брать? Не ВП, братья, а Кольт. Ему нужен был калаш защитник. Калаш, да. Калаш защитник. С одной, с одной. Айвик с одной, калаш с одной. Совсем у него игра с АВП сегодня шла. Он вроде только один фраг дал. Интересное решение. Потому что... Нужно прямо, знаешь, сесть за Чайковым, грамотно обсудить, подумать с аналитиками, просчитать вот эти все за и против, да. Все-таки экономика, она такая, все равно нестабильная на данный момент. Хоть ее пытались как-то подфиксить, да, отредактировали там за установку плента, меньше денег дают, там еще что-то. М-ку подешевле сделали. Но все равно. Еще пока такая. Несбалансирована немножко, как по мне, система. Так. Ну что мы тут видим? Гранаты уже закончились у команды Фурия. Видимо, она флешка на всю команду. Но потеряли одного игрока. Монголы. Вместе проходит троечка вниз с одним люркером на рампе. И все, Юрий минус. Ослабил команду. Чит-ты, пять в чит-три. Ситуация, конечно, патовая. Не самая лучшая. О, а вот и люрк сработал. Он еще и кират забирает. У Юрия проблемы. Ему приходится развиваться. Блиц скрывает позицию. Но есть каус. Бомба устанавливается. Да, отпусти, дорогой. Последний игрок. Времени нет. И Фурия выигрывает раунд. Но с какими потерями? Только один фолл он выживает. Ну, раунд есть. Есть информация по двойке игроков команды Монголс. Контроль карты. Ну, проходить нужно. Проходить и мейн попытаться стрелить. Юрий очень нагло агрессивный. Ой-ой-ой. Подожди. Блиц. Хороший разбьем. Ситуация три в три. Вместе куда ты побежал? Подожди своего. Ну, 910. Ты тут как тут. Неграмотно сыграл. Ситуация два в один. И печально. Это грустно или весело? Текна с бомбой. Шансы хорошие. Он текает на нижний плен. Совсем скоро Фурия поймут. И, скорее всего, будут играть. Хотя Челла на девятке остался. Может быть, как-то с разных направлений. Фолл он может быть девайс поменять. Находит темп у Челла. Бомба устанавливается на точке Б. Фолл он бежит. Опасается немножко за клоус дистанции. Но потом понял все-таки, что не может быть игрока здесь. Так близко! Фолл он просто выбегает. Вообще, видимо, на разведку. Но тиммейт выручает ситуацию. Куча крутых матчей. Не пропускайте. Ну, а мы смотрим приемку под точкой Б. Есть хороший моментальный размен от Сензу. Ныряют быстро под вилку. На нижний план будут врываться. Ксирата тоже на приемочке здесь. Не стал вот так вот медленно отыгрывать. Флешка пошла. Вторая пошла. Будет под нее выходить. Судя по всему, в смайки врывается! Двоих наказывает. Большинство зарабатывает. Да, психанули, можно так сказать. Побежали рампы. Ну, подожди, можно забрать. Поставили бомбу. Есть инфа. Вместе, двоем. Если кто-то ошибется, то, в принципе, может подставить свою команду. Фоллин пока очень все грамотно делает. Хорошая флешка, да? Или как? Что там произошло? Техно там непонятно как-то. Но Фурия... Вот Фоллин с АВП на один выстрел. Ты понимаешь? Вот все, вместе. Ой-ой-ой. Скулс ошибается. Теряет ган. А это шанс. Это шанс для монголов. Это очень большой шанс. Сейчас немножко нервозно может быть. В пристройке отваливается. Фьюри! Фоллин вообще вне позиции. Он не готов был к таким таймингам. К такой скорости от мизинью. Ксерата остается в соло. Просто... Это что за раунд? Пять в ноль возможно закрывать. Это же очень важный раунд. Первый час монголы. Большие молодцы. И денег в защите не остается. И возможно еще одним заходом, да? Рваным таймингом выйдут под верхний план. Да. Пошел выход. Сцепляет первого. Второго также забирает. Летит дальше. Калаш берет. Реакции хватает. Уничтожить Сензу. Захлебнулась атака. Два игрока остается у монголов. Да. Двенадцатый раунд. Теоретично. Да. Без шансов. Последний. В ноль просто. Ксерата только 40 хп. Искус потерял. Но это ничего не значит. Если они пятером выживут в экономике и укрепятся. И как... Ну, веришь допы? Теперь... Ну, не знаю. Я не верю. Нет. Не верю. Потому что сейчас... Ой, подожди. Ай. Нет, не получается. Пока не хватает. Вроде 12 фрагов. Вроде 12 фрагов. Но половину из них экзит. Половину из них с САК. Половину на эко. Теоретически вот что подкрыть. Вот как Фоллин сыграл. Фоллин. Вот один из фрагов. Ну, какие ты. Помнишь, как он на ящик запрыгивал? Как он давал на рампеки. Важные фраги. Пока ВП перегревают. Ну, что, друзья. Возможно, последний раунд этого матча. Челла вторую снайперскую винтовку реализовывает в секрете. Три игрока остается у The Mongols. Да. Время тает. 35 секунд остается в распоряжении монголов. Двигаются под нижний плент. Приходится здесь уже свою позицию выдавать. Полетели два коктейля. Там слева, справа. В общем, куча гранат. Челла с АВП за часами. Реакции хватает. Но при этом две потери. 910 и 1 в 2. Время есть, чтобы поставить плент. И, возможно, потащить этот слайд. Сложнейший клач. Веришь? Нет. Да, да, да. Верить надо. Но промахи. Все, попался. Как же много промахивается 910 на этом турнире. Браво, Фурия. Они все-таки проходят в эту стадию плей-офф. Проиграв свой первый матч. Сегодня они на коне. Да, мне кажется, без шансов. Можно только их поздравить. Молодцы. Молодцы, Фурия. Завтра мы их увидим против сильной команды Маус. И хочется эту игру пристальным вниманием смотреть. Потому что была сегодня, случайно, если нет. Но я думаю, у нас аналитики все по полочкам расставят.